Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о мессианском пророчестве, которое находится в 39-м псалме. Давайте мы его прочитаем в синодальном переводе и его разберем. Это у нас седьмой, восьмой и девятые стихи. «Жертвы приношений ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот и иду, в свитке книжно написано о мне, и я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и законтую у меня в сердце». Вы, наверное, спросите, а что здесь мессианского? Однако есть одна очень интересная вещь, связанная с этим текстом. Если мы откроем послание к евреям, 10 главу, с 5 по 7 стих, то там мы увидим, что цитируется этот отрывок, но вместо фразы «ты открыл мне уши» стоит другая фраза «ты уготовил мне тело». Откуда такое расхождение? И если мы говорим о Ветхом Завете, то существуют две очень древние традиции текста Ветхого Завета. Одна традиция известная – это еврейский текст, его еще называют масоретским. То есть, это тот текст, который сформировался в течение нескольких веков, в том числе после Рождества Христова. И этот текст собирали, формировали, огласовывали, сохраняли, переписывали. Люди, которые назывались масореты, ну и, соответственно, текст называется масоретским. Этот текст используется в синагоге. И есть вторая традиция, которая не еврейская, не на еврейском языке, а на древнегреческом. И эта традиция – это традиция септуагинты, или перевода семидесятитолковников. Это очень две древние традиции. Им не то, что там столетия, им тысячелетия уже. И вот они существуют. И между двумя этими текстологическими традициями есть определенные расхождения. Возможно, у вас была такая ситуация. Вы прочитали или услышали в храме «Псалтирь на церковно-славянском языке». И вы не поняли какую-то там фразу или вообще весь псалом не поняли. Вы приходите домой и думаете, ага, ну, есть «Псалтирь на церковно-славянском», есть «Псалтирь на русском». Открою-ка я «Псалтирь на русском», прочитаю и разберусь. И вы берете церковно-славянскую «Псалтирь», открываете русскую, начинаете читать. И на какой-то момент может прийти такое чувство, что вообще-то хоть это и близкие тексты, но между ними существует разница. Это действительно разница существует. Почему? Потому что церковно-славянский перевод с определенными оговорками сделан с древнегреческого перевода, с перевода 70. А вот наш синодальный перевод, как, впрочем, практически все ветхозаветные переводы на русский язык, сделан с еврейского текста. Между ними, как я уже говорил, есть разница. И вот здесь, в 39-м псалме, который сделан с древнееврейского языка, действительно стоит слово «ты открыл мне уши». То есть, если следовать еврейскому тексту «открыл мне уши», означает «ты сделал меня таким человеком, который может слышать». Но если мы посмотрим текст «послание к евреям», то там будет все по-другому. Там как раз будет стоять фраза «ты уготовал мне тело». И, соответственно, в церковно-славянской псалтирии тоже стоит «ты уготовал мне тело». На основании этого прочтения, которое, ну, мы можем только предполагать, почему возникло. Возможно, в основу масоретского текста, в основу древнегреческого легли разные рукописи, между которыми уже была эта разница. Возможно, переводчики прочитали так слово, которое там стояло. А возможно, они просто растолковали этот текст и следовали не буквально, а объясняя его, и получилось вот это «ты уготовал мне тело». Так вот, автор послания к евреям, используя вот это прочтение из Септуагинты, на этом тексте строит целую концепцию, которая объясняет ненужность ветхозаветных заповедей. Чтобы было понятно, о чем говорит автор в 10-й главе, мы не будем сейчас ее читать, хотя я, конечно, вас призываю прочитать эту главу и, как, впрочем, все послание к евреям. Чтобы понять, о чем говорится в 10-й главе, нужно вообще понять, о чем все послание к евреям. Часть евреев приняла крещение, стала христианами. Скорее всего, эти бывшие иудеи были как-то связаны с храмом. Возможно, даже они были либо левитами, либо даже вообще священниками. Так вот, они приняли христианство. Но через какое-то время они начали сомневаться, а правильный ли выбор они сделали. И они собираются вернуться обратно в тот иудаизм, из которого они вышли. И вот автор послания, обращаясь к ним, последовательно доказывает, что не надо уходить от Христа. И вот один из его аргументов, как раз изложенный в 10-й главе, говорит о том, что почему Христос больше Ветхого Завета? Потому что Христос – это жертва. Ветхозаветные жертвы никого не делали совершенным. Почему? Потому что если бы кого-нибудь эти жертвы делали совершенным, ее нужно было один раз принести, и этого достаточно. А жертвы приносились раз за разом. А вот когда Христос пришел и принес себя в жертву, то тогда люди получили очищение. И больше не нужно Ветхозаветных жертв. Если люди вернутся в иудаизм, они вернутся к несовершенному. А вот Христос совершенен. Но чтобы принести эту жертву, необходимо, чтобы Бог стал человеком, чтобы у него появилось тело. И вот поэтому цитируется этот отрывок, и говорится, что вот об этом, о том, что Бог воплотится, сказано еще в Священном Писании Ветхого Завета. Читаем дальше, восьмой стих. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано обо мне». Кстати, об этом этот же отрывок продолжает цитироваться в послании к евреям. О чем здесь? Если следовать христианскому толкованию, то здесь речь идет о пророчествах, которые содержатся в Ветхом Завете о Христе. Почему свиток книжный? Если мы так спросим себя, как вы представляете книгу, то мы представим вот так. А если тот же вопрос мы задали бы древнему еврею, как ты представляешь книгу, он бы представил в виде свитка. Поэтому здесь идет речь о свитках, как о книгах. Для чего идет Мессия? «Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Здесь, если мы читаем этот стих, то мы должны понимать, что Христос как человек полностью исполнил закон Господень, и в сердце у него было слово Божие. Поэтому здесь говорится о том, что я иду исполнить волю твою, исполнить закон и твое слово у меня в сердце. Мы с вами разобрали мессианский отрывок из 39-го псалма. Меня зовут Дмитрий Григорьевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале exeget.ru. Всего доброго. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...